Официальный старт выборы президента страны взяли 7 декабря. Сейчас время выдвижения кандидатов. Это могут быть кандидатуры, предложенные политическими партиями или самовыдвиженцы. В первом случае крайний срок для подачи документации в ЦИК России 1 января следующего года. У самовыдвиженцев срок ограничен 27 декабря этого года. Плюс необходима поддержка целой группы избирателей. Такому кандидату на постлидера страны предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей. На каждый субъект федерации должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей, проживающих в регионе. Первый кандидат у нас есть, который официально подал документы в Центральную избирательную комиссию. Это действующий президент России Владимир Владимирович Путин. И вчера буквально состоялось выдвижение второго кандидата политической партии ЛДПР. Там выдвинут Сулутский, должность кандидата. Но документы он еще в Центральную избирательную комиссию не представлял. Поэтому там прошел только съезд, поддержан съездом. Подписи в поддержку кандидата в Центр избирком следует предоставить до 31 января. После чего комиссия тщательно проверит каждую. Рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней. Не позднее 10 февраля мы с вами будем знать полный список кандидатов, которые будут включены в бюллетень для голосования. Что касается предвыборной агитации. Предвыборная агитация начинается с момента выдвижения кандидата. Агитация в средствах массовой информации у нас начнется с 17 февраля. И, соответственно, вся предвыборная агитация завершится в 0 часов 15 марта. Получается, что последний день агитационный – это 14 марта. На президентских выборах свою работу продолжит и система мобильной избирателей. Голосовать можно будет по месту нахождения. Он подразумевает подачу избирателям заявления о голосовании по месту нахождения, независимо от места его регистрации. Прием таких заявлений начнется с 29 января во всех территориальных избирательных комиссиях, отделениях МФЦ, на госуслугах. И с 6 марта к приему заявлений подключатся все участковые комиссии. И завершит работу этот сервис 11 марта – последний день, когда избиратель сможет воспользоваться этим порядком. Не забудут и про избиратели, проживающих в труднодоступной местности. Они проголосуют досрочно именно в тех населенных пунктах, где нет соответствующего помещения или четкого транспортного сообщения. В Хакасии таких 24. В республике, как и по всей стране, будет работать проект «Инфорум УИК» для адресного информирования граждан о предстоящих президентских выборах. Специалисты постучатся в каждый дом и квартиру. Детально расскажут об особенностях этих выборов. Дня тишины как такового не будет, а итоги голосования подведут не позднее 21 марта. Константин Аникин, Зураб Кабахидзе, Новости.